Мы приходим, это уже традиция. Мы занимаемся гастроволонтёрством. Я это так называю. Сегодня у нас чаи. Василий – переселенец из Мариуполя. В Кропивницком живёт третий месяц. Чтобы быть полезным, приобщился к волонтёрской инициативе «Кормим патриотов». Мы выезжали в первых волнах сами, по минным полям, на свой страх и риск. Но это того стоило. Важнее, что в моральном плане потеряли, чем в материальном. Когда будет победа, всё будет восстановлено. И мы к этому будем прилагать усилия. Мы в Украине, мы с Украиной. И это главное. Харьковчанка Светлана фасует сухие супы и борщи быстрого приготовления. Их волонтёры передают на фронт, а также жителям оккупированных и пострадавших от войны территорий. Мы жили в индустриальном районе. Это окраина. И нас бомбили из малой рогани с первого дня. И я под обстрелами ходила на работу. У нас взрывной волной выбило окна. Окна в зале, на балконе и на кухне. Плитка на кухне отлетела. У нас были деньги. Ну всё было. Мы ни в чём не нуждались. А так вот случилось, что мы сюда приехали и всё оставили. Даже нашего кота. В волонтёрской команде и супруги-переселенцы из антрацита. В Кропивницке они переехали ещё в 2014 году. Помогая другим, не падают духом и сами. Для меня это место силы. Я здесь заряжаюсь энергией на неделю, помогая здесь, помогая в банке вещей на фасовке. Там вещи, здесь супы, борщи. Но я не знаю. Это вдохновляет. Вместе с Натальей волонтёрит её муж. Он отвечает в группе за логистику. Закупаем на рынках то, что нужно. Все овощи. И потом развозим. В гараже у нас там сейчас склад. Туда свозим. К нам приезжают координаторы. И мы сами развозим. И так, как белка в колесе. В общей сложности к волонтёрскому сообществу «Кормим патриотов» в Кропивницком присоединились около трёх сотен человек. Дома они сушат ингредиенты для блюда и еженедельно собираются для фасовки. Лишь одних супов и борщей за три месяца приготовили миллион порций. Когда началась новая фаза войны, это страшное и жестокое. Мы поняли, что потребность есть. И сразу быстро организовались. И буквально через неделю, пожалуй, до трёхсот человек в нашей волонтёрской организации начало работать. В каждом пакете, кроме продуктов, символические подарки для тех, кто оказался по ту линию фронта. В каждый пакет, который мы складываем, в каждую коробку мы кладём такие вот обереги, картинки от детей, какие-то браслетики, ангелочков, для того, чтобы передать тепло своих сердец военным и всем, кто оказался на оккупированных территориях. Всего в Кировоградской области с момента вторжения российской армии в Украину нашли убежище более 80 тысяч переселенцев. Анастасия Лисова, специально для информационного марафона Freedom, телеканал UA.